облачные системы имеют относительно небольшую историю то есть сам термин таком массовом использовании появился наверное лет 10-15 назад но его понимание как вот такого массового так сказать вещь которая используется везде она определяется вопросом насколько вообще такие облачные системы в состоянии дать что-то полезное людям все облачные системы такие системы которые находятся где-то в облаках то есть облака с точки зрения человека который находится на земле это то что он может так вот как-то видеть оттуда может какой-то сервис получить виден и знаю там дождя но никак на него влиять или там что-то с ним сделать он не может он даже не знает где это облака есть ну отчасти к сожалению даже как погода не всегда может предсказать будет сервис или не будет все что нужно было технически для облачных вычислений было известно еще в 70-е годы ну то есть что такое вообще облачные вычисления облака для с точки зрения пользователя это на самом деле некий центр данных один или много даже неизвестно какой неизвестно у кого который запускает какие-то программы которые выполняют ваши действия но типичный образец там не знаю какая-нибудь поисковая система google вот у него есть куча центров данных которые неизвестно где неизвестно как работают неизвестно где находится и что-то делать вот все что вы знаете что вы если зашли на сайт там не знаю google.com брали чего-то то где-то есть сервис который запустился обработал ваш запрос и прислал вам ответ на него достаточно быстро и эффективно и все что вы знаете что вот этот вот запрос вы можете использовать все это базируется на идеологии виртуализации то есть известно что инфраструктура google базируется на технологии виртуальных контейнеров разработанных кстати в том числе и в россии это в общем даже не не самое важное вообще популярность облаков она вызвана тем что они фактически смогли оторвать те сервисы которые вам нужны от физических носителей то есть если раньше вы так сказать не могли себе представить что вам нужно что-то сделать на компьютере у вас нет этого компьютера под рукой сейчас у вас есть всевозможные средства доступа а где находится сам физический компьютер вам неважно это нельзя сделать без виртуализации то есть вот такой вот отрыва сама виртуализация была известна еще в семидесятые годы когда появились объемовские знаменитые операционные системы и все что нужно было уже было открыто и тогда но понимание массовое что это приносит существенную выгоду что это дает возможность уменьшить цену администрирования повысить доступность бизнес доступность так сказать непрерывность сервисов с точки зрения бизнеса сделать восстановление от сбоев там сделать систему заказа этого всего по потребностям без закупок дорогостоящих уменьшить порог входа это все появилось относительно недавно но все это довольно активно развивающиеся сообщества то есть вообще размеры индустрии очень большой там насколько я помню за 10 лет она возросла там с нуля до 18 миллиардов долларов а сейчас уже сумма какие-то совершенно фантастические то все это упирается в вопрос приемлемости пользователей приемлемость она заключается в том числе и в вопросе безопасности одни из ключевых вещей то что поскольку у вас компьютер вот не стоит перед вами не находится вашим личном чулане которые вы можете запереть на ключик обезопасить от врагов он находится где-то там где-то там это означает что какие-то другие потенциально нехорошие дяди тети будет бродит вокруг моего любимого компьютера могут внутрь него заглянуть при этом это могут быть как и какие-то злоумышленники так это могут быть администраторы того самого центра данных где стоит компьютер обслуживающий ваш сервис так это может быть и государство о чем говорит эпопея со Сноуденом естественно людям очень хочется с этим иметь возможность бороться то есть как с этим можно бороться разными техническими юридическими терминами ну юридически это просто создание законов которые запрещают заглядывать в эти данные ну понятно что они так сказать лучше и вместе с ними иметь что-нибудь и существенное технически реализуемое так и технические так вот технические средства используются разные и одна из таких но из таких средств это так называемая идея гомоморфного шифрования проблема в том что пока немножко вернусь к ней позже пока она как бы это сказать не сделаны такой вот священный грааль можно сказать для криптографов как реализовать эту идею идея выглядит достаточно безумно когда ты начинаешь ее объяснять то есть вот может ли компьютер вычислять и вообще работать с теми данными которых он не знает и не понимает то есть могу ли я сложить два числа при помощи процессора но так чтобы процессор не знал ни первого числа ни второго них сум вообще вопрос достаточно странной постановки но много существует много странных постановок которые для многих программистов являются нонсенсом ну например одной из таких постановок является вопрос а вот должна ли ваша программа работать если у вас сломался процессор но для большинства программистов они такую возможность вообще не рассматривать на самом деле если вы находитесь процессе ваш программа работает день в космосе вот тогда этот вопрос оказывается весьма актуальным и решение для нее тоже находится сделаем три процессора и так далее так вот возвращаясь к идее гомоморфного шифрования каким образом мы можем добиться того чтобы тот кому мы заказываем какой-то сервис работы с моими данными не знал их ну например вот можем ли мы зашифровать свои данные отдать их кому-то но так чтобы он их проиндексировал но не знал что там внутри находится то есть зачем нужна индексация для того чтобы можно было легко и быстро искать данные вот у меня есть куча секретной почты там я вот например там 10 гигабайт почты накопил за 10 лет своей работы мне хочется его иметь возможность искать но там хана содержится там не знаю коммерческий секрет и никому их не могу показывать но мне их нужно индексировать и вот мне очень хочется их хранить в облаке зашифрованном виде но если они будут зашифрованы обычными традиционными средствами с ним ничего делать нельзя потому что что такое традиционное шифрование у нас есть исходные данные у нас есть ключ шифрование у нас есть зашифрованные данные затем у нас есть зашифрованные данные у нас есть ключ дешифрования у нас есть исходные данные то есть мы можем двигаться или так или сяк если у нас эти ключи одинаковые то это симметричное шифрование если мы хотим чтобы мы могли проиндексировать данное что такое индексация данных это поиск аналогичных данных там не знаю каких-то вещей то мы должны иметь возможность на них смотреть так вот если мы хотим это сделать и отдаем кому-то зашифрованный блок то мы должны его в традиционном постановке раскрыть свой ключ шифрования это плохо потому что это небезопасно и вот гомоморфное шифрование будет являться ответом на этот вопрос то есть если мы сможем сделать такой алгоритм мы сможем его запаять что называется процессор поставить специальный процессор в облаке и он нам будет оказывать сервисы сервисы будут так сказать хорошие качественные и он просто по определению не сможет взглянуть внутрь понятно что если алгоритм хорошие не ломается а большинство хороших так сказать известны алгоритмы которые не ломаются которые в принципе до сих пор неизвестно вообще возможно ли хоть и когда-то их сломать следующий вопрос как добиться то есть это мы красиво поставили задачу хотим делать то что не знаю что то есть я вот делаю это но не знаю что это как этого можно добиться ну понятно что за счет некоторых усложнений вычислений один одна из идей которая здесь может быть использована это вычисление например вместо чисел использовать полином ну или многочлена и так возьмем для простоты какой-нибудь многочлен первой степени он описывает прямую то есть график а x плюс b это вот такая прямая представим себе что мы зашифровали наше число где-то на этой прямой но не говорим где что это такое это означает что у нас есть для этого а x плюс b некоторые значения x0 то есть мы подставляем это x0 получаем а x0 плюс b и это значение это и есть то самое зашифрованное число представим себе что у нас есть второе такое число с точно с таким же x0 то есть еще один полином cx плюс d тем образом у нас появляется четыре числа а b cd которые являются коэффициентами полинома и некая секретная x0 которые мы высчитываем значение в этих точках и у нас есть два значения которые получаются при вычислении этих полиномах в точках x1 например x2 мы хотим сложить x1 и x2 то есть мы хотим сложить их поручить кому-то сложение так чтобы он не знал какое так сказать ни x1 ни x2 что мы делаем в этой ситуации мы берем и передаем ему эти четыре числа то есть мы ему передаем а передаем б передаем c передаем d при этом не знает числа x0 извлечь не x1 ни x2 он никак не может потому что вот если мы возьмем вот эту вот прямую а x плюс b который описывается самый стандартный то на ней значениями может быть абсолютно любое значение и что он делает он вычисляет новый полином коэффициентами которого будет сумма этих полиномов то есть по сути при x коэффициент а плюс b c а свободный член это b плюс d таким образом он тоже возвращает два числа эти два числа представляет еще один полином мы берем подставляем в этот полином x0 который у нас секретное число из него сразу получаем ответ числа x1 плюс x2 поскольку мы пользуемся тем фактом что фактически полином от x0 равны x1 плюс полином от другой полином от x0 равна x2 их сумма будет равна сумме вот такая вот идея может быть использована для вычисления понятно что здесь не все так просто например для того чтобы построить полную систему она должна уметь и складывать и умножать а если мы умножим два полином между собой то мы получим полином второй степени и если мы будем постоянно умножать то фактически размерность полином будет экспоненциально расти вот именно поэтому то есть не просто сделать такую математическую систему которая бы обладала возможностью вычисления но то есть фактически если с точки зрения математики говорить то нам нужно добиться того чтобы f от а плюс b равно было f от а плюс f от b или f от а умножить на b было равно f от а умноженное на f от b то есть вот такое при этом умножение и сложение может быть разным может быть логическим может быть просто целое может быть плавающий так далее то есть примеры использования такого рода систем могут быть как я уже говорил не только непосредственно в облачных системах но например на основе такого рода шифрование можно построить скажем секретные вычисления среднего арифметическому при представьте себе есть куча компаний которые все они коммерческие у них есть собственный объем продаж но они его никому не рассказывают потому что он большой коммерческий секрет на им очень интересно знать как он соотносит со всеми остальными поэтому они договорились что они посчитают среднее но ни одно число не должно быть известно никому но среднее должно быть всем известно так вот для используя гомоморитное шифрование можно посчитать вот такие вещи то есть можно например написать сервис базе данных которые просто вот на тривиальной базе данных позволит организовать такую процедуру вообще задача это до сих пор не решена есть первая работа посвященная ее реализации к гентри предложил некую схему которая напоминает так называемое полное гомоморфное шифрование но работы ведутся и это вот одна из тех вещей где реальная фундаментальная математика может принести достаточно реальную пользу для общества немедленно не в каком-то отдаленном будущем или не какими-то особо сложными способами а вот вот можно сказать почти напрямик